Хоба! Привет! С вами опять доктор Влад, опять Стрэдмила. Вот, как в старые добрые времена. Меня тут спрашивают, я что, я поправился, я что, больше спортом не занимаюсь? Занимаюсь, ребят, я бросил курить, поэтому поправился. Это у всех бывает, это не страшно. Знаете, на какую тему? Я вообще не собирался сегодня, да? Ну, решил, почему? Мне не понравились комментарии, я вот про Памфилову рассказал, да? Ну, то, что на неё напали, то, что там электрошокеры и так далее, она отбивалась. Вот. Очень много комментариев, типа, так ей надо, она такая-сякая, да? Ребят, ну, мы люди или не люди, ну, так же нельзя. Ну, ведь это самое поганое, когда радоваться тому, что у соседа сдохла корова. Причём, женщины в основном, мужчины как-то так реагируют, начинают разбирать, ну, в большинстве, разные варианты, а может быть, это, ну, типа, инсценировка, постановка. А женщины практически гуртом, так ей и надо. Я кому-то там возразил, сразу получил в ответ, а вы что за неё? Ребят, это называется цивилизацией, понимаете? Все мы люди. И вот Америка меня научила смотреть на людей, прежде всего, как на людей. А уже потом всё остальное, он президент или бомж, или чёрный, или китаец. Прежде всего, человек. Так, Россия разучилась. И да, женщины, вообще в России много злых, но женщины злее, чем мужики. Я давно это заметил, да, я понимаю. Женщинам тяжелее приходится, потому что женщине и дети, и семья, и еда. А мужик, ну, он выпил, да. И ладно, день прошёл, и фиг с ним. Вот, ну, до такой степени озлобленность всё-таки, ну, не нравится вам там, ну, уезжайте, ёлы-палы. И я был примерно такой же, и вот сейчас у меня тоже первым мелькнула мысль, ах, вот Господь там покарал, или что-то в этом роде, или карма настигла, да. Ну, в принципе, так ей и надо у меня не было, вот честно. Так я же честно с вами говорю, такой мысли не было, что так ей и надо. Насчёт инсценировки у меня даже не было мысли. Такой вряд ли. Ну, я не знаю, что там есть, и что там будет, увидим дальше. Вот, а если это тенденция, ну, будут ли продолжения? Посмотрим. И я почему-то сразу подумал, знаете, о ком? О Зеленском. У меня так вот перескочил, да, ну, почему о Зеленском? Мы сейчас с собаками гуляли, тут же рядом украинский дом отдыха. Ну, и вот это жёлто-блакитное. Фладин, а вообще всё раскрашено. Даже мусорки раскрашено в жёлто-голубой цвет. И вот я подумал, тоже я мог бы, вот знаете, как сказать, по делам украинцам, что у них Зеленский. Так вам и надо, да? Мог бы сказать даже запросто. Но не скажу. И почему? Мало того, я так даже и не думаю. Ну, сейчас уже начинает выясняться, что президент он никакой. Не всякая кухарка может быть президентом, ребята. Вам стоит это понять, что если, ну, на президентов нигде не учат, да, ну, по крайней мере, он должен быть крутиться, вот, ну, хотя бы, я не знаю, в финансах. Знать досконально финансы. Или знать юриспруденцию. Или знать экономику. Понимаете? Конечно, вы можете привести в пример, ну, вот в Америке тоже был, ну, даже Шварценеггер, да, вроде. Уж какое отношение, ребята? Вы посмотрите, кто у него жена, у Шварценеггера. И сколько он крутился в этой семье. Конечно, он это всё досконально узнал, да? Вот. Ещё был другой артист. Часто мне приводят пример, что вот он тоже был артист-президентом США. Ну, ребята, вы тоже посмотрите на его биографию. Он долгое время работал в профсоюзах. Так что это тоже не пример. Вот. Кем был Зеленский? Он был просто артистом. Он понятия не имеет, откуда берутся деньги. Ну, я имею в виду в таком, в государственном масштабе. Как вот сейчас одна из претенденток на президента, женщина, да, кандидат в президент, она сказала, я, говорит, знаю, что нужно Америке и где взять для этого деньги. Зеленский этого ничего не знает. Ребята, ликбезом за пять минут, как этот старый анекдот про студентов, что завтра сдаём? Китайский язык, а методичка есть? Да, ну давай полистаем и завтра сдадим. Такого не бывает. Ну, с другой стороны, то есть, я закончу эту мысль, что Зеленский не годится в президента совершенно. Это сейчас уже становится совершенно ясно для меня, во всяком случае. Но, с другой стороны, нужен сейчас такой президент Украине? Да, нужен. Именно вот такой Зеленский. Вот такой тюфяк. Почему? А потому, что это лучше, чем Порошенко, всё-таки. Потому, что у Порошенко закалка, вот та самая советская, коммунистическая, и с Порошенко ничего бы не двигалось. Ему, в конце концов, и выгодна даже война вот эта. Он на этом деньги зарабатывает, он тоже человек. Вот, а вот наступила эпоха Зеленского, да, и всё-таки, я надеюсь, что, ну, наверное, поменьше будут воровать, поменьше будет коррупции, хотя бы вот первый, вот такой промежуточный этап. Где взять сейчас вот нормального президента? А негде, потому что все, вот в России сейчас где взять нормального, да, ну, и в Украине, в России, какая разница, совок, где взять нормального? У всех в крови уже сидит вот это хапужничество, да, воровство и так далее. Вот, и в Украине тоже, вот хотя бы сделать маленькую передышку с президентом, пускай не самым лучшим, но хотя бы не жуликом. Вот хотя бы не жуликом, сколько там, четыре года, да, и возможно за это время поднимут голову люди, честные тоже, ну, относительно хотя бы, да, и уже чтобы можно было выбирать. А сейчас вот так, нахрапом, не, ничего, ничего не получится. И этот Зеленский, я говорю, как у президента, он совершенно себя ничего не представляет, но как человек, вот он порядочный, это я вижу тоже. Понимаете, я перескочил с одного другого на другое, ну, ладно, про Зеленского закончили. Дай-то Бог, чтобы все было хорошо, и во времена Зеленского появились новые люди, новые лидеры, новые политики. Теперь я возвращаюсь к началу, к Памфиловой. Там все непонятно, откуда он взялся, и почему он был на улице, и неужели у него нет охраны, и неужели у него нет, по крайней мере, какой-то сигнализации супер-пупер. Вот там все непонятно, но мы привыкли, что нам врут. И в принципе, я даже допускаю такое, что не было даже инсценировки, может быть, она сама все наврала. Может быть, ей позвонили, сказали, вот, скажет так и так. Так, то же свидетели какие? Кот, больше кроме кота никого нет. Ну, ребята, я вас буду знакомить, что-то там дальше происходит, но я вас просто прошу, ну, выкопайте в себе человека. Выкопайте, помните, как Диоген бегал со свечкой и кричал, ищу человека. Вот, и вы тоже найдите в себе силы и подумайте, что вот та же Элла Памфилова, да? Ну, она просто живой человек, женщина уже в возрасте. И вот такой пережить, ну, хотя бы имейте сочувствие. Какая она, что она, это все дальше. В Америке так к людям относятся. Если вы соберетесь в Америку, вы поймете, что не важно, кто у вас, какие документы, что. К вам, прежде всего, относятся, как к человеку. А потом уже все остальное, понимаете? Ну, у меня все на сегодня. Ну, опять, любимая фраза, но на сегодня еще не все. На Трэдмил все, до свидания. Всего хорошего. С вами доктор Влад, а мне еще позаниматься надо. Пока-пока.